Люберецкие полицейские подвели итоги работы за 10 месяцев 2017 года. Кроме того, на заседании обсудили приоритетные направления работы ведомства, а также озвучили планы работы на оставшийся период. Слаженная работа служб и подразделений межмуниципального управления Люберецкая позволила обеспечить стабильные результаты в борьбе с преступностью. Особо важным направлением стала деятельность полицейских в борьбе с экстремизмом и терроризмом на территории округа. Мероприятия, проводимые в целях предупреждения этих преступлений, дали стойкий положительный эффект. Кроме того, было отмечено успешное обеспечение безопасности массовых мероприятий в округе сотрудниками полиции. На совещании озвучили улучшенные показатели по отдельным видам преступлений в округе. Сокращение тяжких преступлений на 26%, особо тяжких составов на 10,5%, меньше совершено убийство на 70%, грабежей на 13%, разбойных нападений на 33%, краж на 24%. Вместе с тем на совещании были выделены и негативные моменты в работе полиции. В частности, по словам заместителя начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкая Василия Овчинникова, руководителями некоторых подразделений была некачественно проведена работа по предупреждению преступлений на вверенной им территории. Больше совершено особо тяжких преступлений на территории обслуживания Дзержинского отдела полиции плюс 400% с 3 до 15% и Лыткаринского отдела на 65% с 23 до 38%. На территории обслуживания Ухтомского отдела полиции на 45% больше совершено грабежей. Отмечается рост квартирных краж на территории Томилинского отдела полиции на 81%. По словам Василия Овчинникова, все это фактически повлияло на показатели всего управления по указанным видам деятельности. Особо он отметил неудовлетворительную работу полиции по раскрытию домовых краж. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.